Жюль Верн. Дети капитана Гранта. Читает Екатерина Маловичко. Часть 2. Глава 1. Возвращение на Дункан. В первые минуты все только радовались, что снова встретились. Гленна Рванну не хотелось омрачать эту радость известием о неудаче поиска. — Будем верить в успех, друзья мои, — воскликнул он. — Будем верить. Капитана Гранта нет с нами, но мы совершенно уверены, что разыщем его. В словах Гленнервана звучала такая уверенность, что в сердцах пассажирок Дункана снова затеплилась надежда. Действительно, пока шлюпка приближалась к яхте, Элен и Мэри Грант пережили немало волнений. Стоя на юте, они пытались пересчитать сидевших в шлюпке. Молодая девушка то приходила в отчаяние, то наоборот воображала, что видит отца. Сердце ее трепетало. Она была не в силах вымолвить ни одного слова и едва держалась на ногах. Элен, обняв молодую девушку, поддерживал ее. Джон Манглс молча стоял подле Мэри и пристально вглядывался в шлюпку. Его глаза моряка, привыкшие различать отдаленные предметы, не видели капитана Гранта. «Он там! Вон он! Отец!» – шептала молодая девушка. Однако по мере приближения шлюпки иллюзия рассеивалась. Когда же она была уже сожених в ста от яхты, то не только Элен и Джон Манглс, но и Мэри потеряла всякую надежду. Ободряющие слова Гленнервана прозвучали вовремя. После первых поцелуев и объятий Гленнерван рассказал Элен, Мэри Грант и Джону Манглсу об основных происшествиях, случившихся во время экспедиции, и прежде всего ознакомил их с тем новым толкованием документа, которое предложил проницательный Жак Паганель. Гленнерван с большой похвалой отозвался о Роберте и заверил Мэри Грант, что она с полным правом может гордиться таким братом. Он рассказал о мужестве и самоотверженности мальчиков в часы опасности, и так расхвалил Роберта, что не спрячься тот в объятиях сестры, он не знал бы, куда и деваться от смущения. «Не надо краснеть, Роберт», — сказал Джон Манглс, «ты вел себя как достойный сын капитана Гранта». Говоря это, он притянул к себе брата Мэри и расцеловал его в щеки и еще влажные от слез молодой девушки. Излишне упоминать о том, как сердечно были встречены майоры Паганель и с каким чувством благодарности вспоминали великодушного Талькава. Элен очень сожалела, что не могла пожать руку честному индейцу. Макнапс после первых же приветствий ушел к себе в каюту и принялся там бриться спокойной, уверенной рукой. Что касается Паганеля, то он порхал от одного к другому, собирая подобно пчеле сладость похвал и улыбок. На радостях наш географ выразил желание перецеловать весь экипаж Дункана, и так как он утверждал при этом, что Элен и Мэри Грант являются частью этого экипажа, он начал с них и закончил мистером Олбинетом. Стюарт нашел, что единственный способ, которым он может отблагодарить ученого за любезность, это объявить, что завтрак готов. «Завтрак?» – воскликнул географ. «Да, господин Паганель. Настоящий завтрак на настоящем столе с приборами и салфетками? Конечно, господин Паганель. И нам не подадут ни сушеного мяса, ни крутых яиц, ни филе страуса?» «О, сударь!» – укоризненно промолвил уязвленный Стюарт. «Я не хотел задеть вас, друг мой», – заметил, улыбаясь ученый. «Но такова была наша обычная пища в течение целого месяца, и обедали мы не сидя за столом, а лежа на земле, или восседая верхом на дереве. Поэтому-то завтрак, о котором вы нам возвестили, и мог показаться мне сновидением, вымыслом, химерой». «Идемте же, господин Паганель, и убедимся в его реальности», – сказал Элен, будучи не в силах удержаться от смеха. «Позвольте мне быть вашим кавалером», – обратился к Элен галантный географ. «Не будет ли каких-либо распоряжений относительно Дункана, сэр», – спросил Джон Манглс. «После завтрака, дорогой Джон», – ответил Гленнерван, – «мы обсудим сообща план нашей новой экспедиции». Пассажир яхты и молодой капитан спустились в кают-компанию. Механику дам был приказ держать яхту под парами, чтобы быть готовыми пуститься в путь по первому сигналу. Свежевыбритый майор, а также и другие путешественники, быстро переодевшись, уселись за стол. Завтрак у мистера Олбинетта была воздана заслуженная честь. Его нашли чудесным и даже превосходящим великолепные пиршества в пампасах. Паганель по два раза накладывал себе каждого блюда, уверяя, что он это делает по рассеянности. Это злополучное слово навело Элен Гленнерван на мысль спросить, часто ли случалось милейшему французу впадать в его обычный грех. Майор и Гленнерван, улыбаясь, переглянулись. Что касается Паганеля, то он громко расхохотался, откровенно признаваясь в своей слабости, и тут же дал честное слово в продолжении всего путешествия воздерживаться от присущего ему греха. Затем он самым забавным образом рассказал о своей неудаче с испанским языком и о своем глубоком изучении поэмы Камоэнса. Впрочем, прибавил он, не было бы счастья, да несчастье помогло, и я не сожалею о своей ошибке. — А почему, мой достойный друг? — спросил майор. — Да потому что теперь я знаю не только испанский язык, но и португальский. Вместо того, чтобы говорить на одном языке, я говорю на двух. — Право, я и не подумал об этом, — ответил Макнапс. — Поздравляю вас, Паганель. От всего сердца поздравляю. Все присутствующие зааплодировали ученому, занятому едой. Паганель умудрялся одновременно и есть, и вести разговор. Но он не заметил кое-чего, не ускользнувшего, однако, от Гленнервана, а именно того особенного внимания, какой оказывал Джон Манглс своей соседке по столу, Мэри Грант. Легкий кивок головы Элен дал понять мужу, что действительно дело обстоит именно так. Гленнерван с сердечной симпатией посмотрел на молодых людей, а затем обратился к Джону Манглсу, но совсем по иному поводу. — Как совершился ваш переход, Джон? — спросил он. — В наилучших условиях, — ответил капитан. — Только я должен довести до вашего сведения, сэр, что мы не проходили Магеллановым проливом. — Вот как? — воскликнул Паганель. — Вы, значит, обогнули мыс Горн, а меня с вами не было. — Повесьтесь, — сказал майор. — Эгоист, — отозвался географ. — Вы даете мне такой совет лишь для того, чтобы получить мою веревку. — Полный тидорогой Паганель, — вмешался в их разговор Гленнерван. — Если не обладать даром быть вездесущим, нельзя же одновременно находиться повсюду. И раз вы странствовали по пампасам, вы никак не могли в то же время огибать мыс Горн. — Но это не мешает мне сожалеть о том, что меня там не было, — сказал ученый. После этого Паганели оставили в покое, а Джон Манглс стал рассказывать о сделанном переходе. По его словам, огибая американский берег, он обследовал все западные архипелаги, но нигде не обнаружил следов Британии. У мыса Пилар при входе в Магелланов пролив пришлось из-за противного ветра изменить маршрут и пойти на юг. Яхта прошла мимо островов Отчаяния, достигла 67 градуса южной широты, обогнула мыс Горн, прошла вдоль огненной земли, затем через пролив Лимера и взяла курс вдоль берегов Патагонии. Здесь, на высоте мыса Курьентес, ей пришлось выдержать сильнейшую бурю, ту самую, которая с такой яростью обрушилась во время грозы на наших путешественников. Выдержала яхта этот шторм хорошо и уже три дня крейсировала в открытом море, когда выстрелы карабина дали знать о прибытии ожидаемых с таким нетерпением путешественников. Капитан Дункана прибавил, что с его стороны было бы недобросовестно не упомянуть о редкой отваге, проявленной миссис Гленнерван и мисс Грант. Буря их не испугала, и если они и беспокоились, то лишь о своих друзьях, странствовавших в это время по равнинам Аргентинской Республики. Этими словами Джон Манглс и закончил свой рассказ. Лорд Гленнерван поздравил его с удачно сделанным переходом, а затем обратился к Мэри Грант. — Дорогая мисс, — сказал он, — я вижу, что капитан Джон воздает должное вашим достоинствам, и я очень рад, что вы так хорошо чувствовали себя на борту его судна. — Как же могло быть иначе? — ответила Мэри, глядя на Элен Гленнерван. — А может быть, и на молодого капитана. — Ой, сестра моя, очень любит вас, мистер Джон, — воскликнул Роберт. — Я тоже вас люблю. — Я оплачу тебе тем же, дорогой мальчик, — ответил Джон Манглс. Молодой капитан был несколько смущен словами Роберта, а Мэри Грант слегка покраснела. Джон Манглс поспешил переменить тему разговора. — Раз я кончил свой рассказ о переходе Дункана, то, быть может, вы, сэр, ничего не будете иметь против того, чтобы ознакомить нас с подробностями вашего путешествия по Америке, а также с подвигами нашего юного героя. Конечно, ни одно повествование не могло доставить больше удовольствия Элен и мисс Грант, как это, и Гленнерван не замедлил удовлетворить их любопытство. Рассказывая, он как бы заново проделывал, не пропустив ни одного эпизода, всё своё путешествие от одного океана до другого. Переход через кордильеры, землетрясение, исчезновение Роберта, похищение его кондором, выстрел Талькава, нападение красных волков, самопожертвование мальчика, знакомство с сержантом Мануэлем, наводнение, убежище на Омбу, молния, пожар, кайманы, смерч и, наконец, ночь, проведённая на берегу Атлантического океана. Все эти эпизоды, то страшные, то весёлые, попеременно вызывали ужас или смех слушателей. Не раз, когда говорилось о Роберте, его сестра и Элен Гленнерван, восхищаясь мальчиком, осыпали его горящими поцелуями. Закончив своё повествование, Эдвард Гленнерван прибавил. «А теперь, друзья мои, давайте подумаем о настоящем дне. Прошлое позади, но будущее в наших руках. Займёмся же снова капитаном Гарри Грантом». Завтрак был окончен. Все перешли в салон Элен Гленнерван и разместились вокруг стола, заваленного картами и планами. «Дорогая Элен», – не теряя времени, – начал Гленнерван. «Взойдя на борт Дункана, я сказал вам, что хотя с нами и нет потерпевших крушений на Британии, но надежды найти их у нас больше, чем когда-либо раньше. После перехода через Южную Америку у нас явилось убеждение, даже, скажу больше, уверенность, что катастрофа этой не произошла ни у берегов Тихого океана, ни у берегов Атлантического. Отсюда, естественно, вытекает, что толкование той части документа, где говорится якобы о Патагонии, было неверно. К счастью, нашего друга Паганель осенило внезапное вдохновение, и он понял, что в толковании документа была сделана ошибка. Он доказал, что мы шли по ложному пути и истолковал документ так, что у нас нет больше ни малейших сомнений в его подлинном смысле. Я говорю о документе, который написан на французском языке, и прошу Паганеля здесь же разъяснить вам его, чтобы ни у кого из вас не осталось ни тени, ни доверия к моим словам. Ученый не замедлил исполнить просьбу Гленнервана. Он убедительнейшим образом изложил, что, по его мнению, означают обрывки слов «гони» и «анди». Он ясно вывел и слово «Австраль», слово «Австралия». Он доказал, что судно капитана Гранта, покинув берега Перу, могло на пути в Европу потерпеть аварию и быть занесенным южными течениями Тихого океана к берегам Австралии. Гипотезы ученого были так остроумны, а выводы так логичны, что заслужили полное одобрение даже Джона Манглса. А он был очень строгий судья в таких вопросах, и его нельзя было увлечь фантастическими планами. Когда Паганель кончил, Гленнерван объявил, что Дункан тотчас же направится в Австралию. Однако майор попросил, прежде чем будет отдан приказ взять курс на восток, разрешить ему высказать одно простое соображение. «Говорите, Макнапс», — сказал Гленнерван. «Цель моя, — начал майор, — не заключается в том, чтобы поколебать доводы моего друга Паганеля. Еще менее собираюсь я опровергать их. Доводы эти я нахожу серьезными, проницательными, достойными всяческого внимания, и мы, несомненно, должны на них опираться в наших будущих поисках. Но я хотел бы, чтобы они были подвергнуты еще одной, последней проверке. Тогда они станут бесспорны и неопровержимы». Никто не понимал, куда клонит осторожный Макнапс, и все слушали его с некоторым беспокойством. «Продолжайте, майор», — сказал Паганель. «Я готов ответить на все ваши вопросы». «И вам будет чрезвычайно легко это сделать», — промолвил майор. «Когда пять месяцев назад мы изучали в Клайдском заливе эти три документа, нам казалось, что другого толкования, чем то, какое было предложено, быть не может. «Крушение Британии нигде не могло произойти, кроме как у берегов Патагонии. У нас не было даже тени сомнений на этот счет». «Совершенно верно», — заметил Гленнерван. «Позднее», — продолжал майор, «когда, на наше счастье, Паганель по своей рассеянности попал на Дункан, ему были предложены на рассмотрение эти документы, и он, безусловно, одобрил наше намерение производить поиски у берегов Америки». «Правильно», — подтвердил географ. «И однако мы ошиблись», — закончил майор. «Мы ошиблись», — повторил Паганель. «Каждый человек может ошибиться, но только безрассудный человек упорно не хочет признать, что он ошибся». «Не горячитесь, Паганель», — промолвил майор. «Я вовсе не хочу сказать, что мы должны продолжать наши поиски в Америке». «Тогда чего же вы хотите?» — спросил Гленнерван. «Хочу признание того, что Австралия кажется нам теперь единственно возможным местом крушения Британии с той же очевидностью, с которой еще недавно таким местом нам казалась Америка». «Охотно признаем это», — ответил Паганель. «Принимаю это к сведению», — продолжал майор, «и вместе с тем убеждаю вас не давать воли своей фантазии и не доверять всем этим противоречивым очевидностям. Как знать, быть может, после Австралии какая-нибудь другая страна внушит вам такую же уверенность, и если эти поиски снова окажутся неудачными, то не станет ли очевидным, что их надо возобновить еще в другом месте?» Гленнерван и Паганель переглянулись. Соображения майора поразили их своей верностью. «Итак», — продолжал Макнапс, «раньше, чем мы направимся в Австралию, я хотел бы, чтобы была сделана последняя проверка документов. Вот они, эти бумаги, вот карты. Давайте просмотрим одно за другим все места, через которые проходит 37-я параллель, и подумаем, нет ли другой страны, на которую указывал бы наш документ». «Это сделать нетрудно и недолго», — заявил Паганель, «так как на наше счастье вдоль этого градуса широты лежит мало земель». «Посмотрим», — сказал майор, разворачивая английскую карту обоих полушарий, сделанную по Меркатору. Меркатор — нидерландский географ-картограф, изобрел особый способ измерения больших расстояний на земной поверхности. Географические проекции Меркатора особенно важны в навигации, а в картографии употребляются и в настоящее время. Карту разложили перед Элен, и все разместились так, чтобы иметь возможность следить за пояснениями Паганеля. Как я уже говорил вам, нашу географ, 37-я параллель, пройдя через Южную Америку, пересекает острова Тристан-да-Кунья. Я утверждаю, что ни одно слово документа не может относиться к этим островам. После тщательного рассмотрения документов все присутствующие должны были признать, что Паганель прав, острова Тристан-да-Кунья были отвергнуты единогласно. Будем же продолжать, снова заговорил географ. Выйдя из Атлантического океана, двумя градусами южнее мыса Доброй Надежды, мы попадаем в Индийский океан. Одна только группа островов встречается на нашем пути – Амстердамские острова. Обсудим вопрос о них так же, как мы это сделали по отношению к Тристан-да-Кунья. После тщательного обсуждения Амстердамские острова были тоже отвергнуты, ни одно слово «полное» или «неполное», будь то французское, немецкое или английское, не могло относиться к этой группе островов Индийского океана. «Теперь мы подходим к Австралии», – продолжал Паганель. «37-я параллель вступает на этот материк у мыса Бернули и покидает его в том месте, где находится бухта Туфольд. Надеюсь, вы согласитесь со мной, что, не делая никакого насилия над текстом документов, можно отнести неполное слово «стра» из английского документа и неполное слово «остраль» из французского к Австралии. Это так очевидно, что даже не стоит на этом настаивать». Все согласились с заключением Паганеля. Его предположение казалось всесторонне обоснованным. «Пойдем дальше», – продолжал майор. «Пойдем», – откликнулся географ. «Путешествие нетрудное. Покинув бухту Туфольд, мы пересекаем море на востоке Австралии и встречаем на пути Новую Зеландию. Тут я напомню вам, что обрывок слова «контен» из французского документа неопровержимо указывает на то, что вопрос идет о континенте. Стало быть, капитан Грант не мог найти пристанище на Новой Зеландии, ибо она представляет собой не материк, а остров. Но, пожалуйста, анализируйте, сравнивайте, переворачивайте на все лады слова и обрывки слов, а затем скажите, имеет ли они хоть малейшее отношение к этой стране». «Ни в каком случае», – ответил Джон Манглс, тщательно рассмотрев документы и карту полушарий. «Нет», – согласились с ним остальные слушатели Паганеля и даже сам майор, «о Новой Зеландии не может быть и речи». «Дальше», – продолжал географ, – «среди всего огромного водного пространства между этим большим островом и берегом Америки 37-я параллель проходит только по одному бесплодному пустынному островку». «Как он называется?», – спросил майор. «Смотрите на карту. Это остров Марии Терезии. Но, надо сказать, ни в одном из трех документов нет никаких следов этого названия». «Никаких», – подтвердил Гленнерван. «А теперь, друзья мои», – закончил географ. «Скажите, не ясно ли, что наиболее вероятным, а вернее сказать, совершенно бесспорным, является мой вывод о том, что речь здесь идет именно об Австралии?» «Несомненно», – единодушно ответили пассажиры и капитан Дункана. «Скажите, Джон», – спросил тогда Гленнерван капитана, – «в достаточном ли количестве имеется у вас съестных припасов и угля?» «Да, сэр, я с избытком всем запасся в Талькагуану. К тому же мы легко сможем еще пополнить наш запас топлива в Капштадте. В таком случае дайте приказ к отплытию». «Еще одно соображение», – перебил Гленнервана майор. «Говорите, Макнапс, как немного у нас шансов на успех в Австралии, а не следовало ли бы нам все же на день-два сделать остановку у островов Тристан-Дакуния и Амстердамских? Нам ведь это по пути. И тогда уж мы окончательно убедимся в том, что у этих островов не осталось следов крушения Британии». «Ну и недоверчив же этот майор», – воскликнул Паганель, – «он стоит на своем». «Я стою главным образом за то, чтобы нам не пришлось возвращаться назад, в том случае, если Австралия не оправдает наших надежд». «Эти меры предосторожности кажутся мне разумными», – заметил Гленнерван. «И уж, конечно, не я стану вас отговаривать от них», – добавил Паганель. «Напротив». «Тогда, Джон, отдайте приказ идти к островам Тристан-Дакуния», – распорядился Гленнерван. «Немедленно, сэр», – ответил капитан и отправился на свой мостик, в то время как Роберт и Мэри Грант горячо благодарили Гленнервана. Вскоре Дункан, держа курс на восток, уже рассекал своим форштевнем волны Атлантического океана, удаляясь от американских берегов. Если бы яхта шла вдоль экватора, те 196 градусов, которые отделяют Австралию от Америки, или, вернее сказать, мыс Бернули от мыса Курьентес, представляли бы собой путь в 11 760 географических миль, но 37-я параллель вследствие формы земного шара короче экватора, и, следуя по ней, яхте предстояло пройти всего лишь 9480 миль. От американского берега до островов Тристан-Дакуни считается 2100 миль. Это расстояние Джон Манглс надеялся пройти в 10 дней, если только его не задержат в пути восточные ветры. Молодому капитану посчастливилось. К вечеру ветер стал заметно спадать, а затем изменил свое направление. Море успокоилось, и Дункан получил возможность проявить все свои бесподобные качества. Жизнь вернувшихся пассажиров на яхте пошла своим обычным ходом. Казалось, что они и не покидали судно на целый месяц. Только теперь кругом них плескались волны уже не Тихого, а Атлантического океана. Но ведь все волны, если не считать некоторого различия в их оттенках, похожи друг на друга. Стихии, подвергшие наших путешественников стольким грозным испытаниям, теперь им благоприятствовали. Океан был как зеркало, дул попутный ветер, и паруса Дункана, вздувшись под западным бризом, помогали его неутомимо работающей паровой машине. Благодаря всему этому переход совершился быстро, без злоключений и приключений. Наши путешественники ждали с твердой надеждой австралийского берега. Они все больше и больше верили в успех. О капитане Гранте говорили так, будто яхта шла за ним в какой-то определенный порт. Уже были приготовлены каюта для него и койки для его двух матросов. Мэри Грант доставляла большую отраду устраивать отцовскую каюту, украшать ее. Каюту уступил мистер Олбинетт, сам же он перебрался к своей супруге. Каюта, предназначенная для капитана Гранта, находилась рядом со знаменитой каютой номер 6, заказанной Жаком Паганелем на пароходе Шотландия. Ученый-географ, запершись, проводил в ней почти целые дни. Он с утра до вечера работал над трудом под заглавием «Чудесные впечатления географа в аргентинских пампасах». Часто было слышно, как он взволнованно читал вслух свои изящные периоды, прежде чем доверить их записной книжке. И, надо признаться, восторженный ученый не раз изменял музей истории Клио и обращался к божественной музе Калиопия, вдохновительнице оттических поэм, прославляющих подвиги героев. Паганелли не скрывал того, что целомудренные дочери Аполлона охотно покидают для него Парнас или Геликон. Элен и Майор поздравляли его с этими мифологическими посетительницами. «Только смотрите, дорогой Паганелль», добавлял при этом Майор, «берегитесь рассеянности, и если вам придет фантазия учиться языку австралийцев, то не вздумайте прибегнуть к помощи китайской грамматики». Итак, на яхте все шло прекрасно. Эдуард и Элен Гленнерван с интересом наблюдали за Джоном Манглсом и Мэри Грант. Супруги находили, что молодые люди ведут себя безупречно, а раз Джон Манглс молчит, то лучше делать вид, что они ничего не замечают. «Что подумает капитан Грант?» – сказал однажды жене Гленнерван. «Он подумает, что Джон достоин Мэри и не ошибется, дорогой Эдуард». Между тем яхта быстро двигалась к цели. Через пять дней после того, как скрылся из веду мыска Ориентес, а именно 16 ноября, подул западный бриз, чрезвычайно благоприятствующий судам, огибающим южную оконечность Африки. Там дуют обычно юго-восточные ветры. Дункан распустил паруса и под своим фоком, гротом, марселями, брамселями и стакселями лег на левый борт и понесся левым галсом так быстро, что винт почти не успевал отталкиваться от ускользающих вод, рассекаемых его форштевнем. Можно было подумать, что Дункан принимает участие в состязании яхт королевского яхт-клуба Темзы. На следующий день океан оказался покрытым громадными водорослями, делавшими его похожим на огромный пруд, заросший травами. Казалось, это одно из тех саргассовых морей, которые образованы из обломков деревьев и растений с соседних материков. Впервые обратил на них внимание мореплавателей ученый море. Дункан словно скользил по громадной равнине, Паганель удачно сравнил ее с пампасами, и ход его несколько замедлился. Прошли еще одни сутки, и на рассвете с мачты послышался голос сторожевого матроса. «Земля!» — крикнул он. «В каком направлении?» — спросил его Томостин, стоявший в это время на вахте. «На подветренном!» — ответил матрос. Не успел раздаться этот всегда волнующий крик, «Земля!» — как палуба сразу наполнилась людьми. Вскоре из люка выглянула подзорная труба, и тотчас же вслед за ней появился Жак Паганель. Ученый не замедлил направить свой инструмент в указанном направлении, но не увидел там ничего похожего на землю. «Взгляните на облака!» — посоветовал ему Джон Манглс. «Верно!» — сказал Паганель. «Там, правда, еще очень неясно, но все же виднеется что-то вроде остроконечной горной вершины». «Это Тристан Дакунья!» — объявил Джон Манглс. «В таком случае, если только память мне не изменяет, — продолжал ученый, — мы должны быть от него в 80 милях, ибо эта вершина, поднимающаяся на 7000 футов над уровнем моря, видна именно с такого расстояния». «Совершенно верно!» — отозвался капитан Джон. Прошло несколько часов, и на горизонте вполне отчетливо вырисовалась группа чрезвычайно высоких островов с крутыми берегами. Коническая вершина Тристана выделялась темным силуэтом на сияющем фоне неба, разноцветно озаренного лучами восходящего солнца. Вскоре из скалистой массы архипелага выступил главный его остров, расположенный как бы у вершины направленного на северо-восток треугольника. Тристан-да-Кунья находится под 37 градусом 8 минутами южной широты и 10 градусами 44 минутами западной долготы от Гринвичского меридиана. Этот маленький одинокий архипелаг Атлантического океана пополняется в 18 милях к юго-западу островом Неприступный, а в 10 милях к юго-востоку островом Соловей. Около полудня яхта прошла мимо двух главных приметных мест, которые помогают морякам ориентироваться, а именно мимо угловой скалы острова Неприступный, очень похожей на лодку с поднятым парусом, и мимо двух островков у северной части острова Соловей, напоминающих развалины небольшой крепости. В три часа Дункан вошел в бухту Тристан-да-Кунья, Фалмут, защищенную от западных ветров остроконечной горой Гельм. Здесь дремало на якоре несколько китоловных судов, занятых ловлей тюленей и других морских животных, которыми изобилуют эти берега. Джон Манглс занялся приисканием надежного места для стоянки Дункана, зная, что этот не вполне защищенный рейд представляет для судов большую опасность при северном и северо-западном ветре. Именно в этой бухте затонул в 1829 году английский брик Джулия с командой и грузом. Дункан бросил якорь в полумили от берега, на каменистое дно глубиной в 20 сажений. Для пассажиров яхты тотчас была спущена большая шлюпка. Они высадились на берег, покрытый тонким черным песком, мельчайшими остатками пережженных, выветрившихся известковых скал. Столицей всего архипелага Тристан-да-Кунья является небольшой поселок, расположенный в глубине бухты у широкого шумного ручья. В нем до полусотни довольно опрятных домиков, расположенных с той геометрической правильностью, которая, по-видимому, является последним словом английской архитектуры. За этим миниатюрным городком расстилается равнина в полторы тысячи гектаров, заканчивающаяся огромными насыпями из остывшей лавы, а над этой плоской возвышенностью поднимается конический пик в 7 тысяч футов. Гленнерван был принят губернатором английской колонии и тотчас же осведомился у него относительно Гарри Гранта и Британии. Но эти имена оказались совершенно неизвестными ему. Острова Тристан-Дакуни находятся в стороне от обычного морского пути и к берегам их редко подходят сюда. После известного крушения английского судна «Бленден Голл», разбившегося в 1821 году о скалы острова «Неприступный», еще два судна потерпели крушение у берега главного острова «Примоге» в 1845 году и трехмачетовый американский корабль «Филадельфия» в 1857 году. Этими тремя катастрофами и ограничивалась местная статистика кораблекрушений. В сущности Гленнерван и не рассчитывал получить здесь какие-нибудь сведения, а расспрашивал губернатора для очистки совести. Из тех же самых соображений он послал шлюпки вокруг острова, окружность которого не превышает 17 миль. Если бы остров был даже втрое больше, то и тогда на нем не могли бы уместиться ни Лондон, ни Париж. Пока производились эти поиски, пассажиры Дункана прогуливались по поселку и его окрестностям. Количество его жителей не достигало из 150 человек. Все это были англичане и американцы, женатые на негритянках и капских готентотках. Наши туристы были рады тому, что чувствуют под ногами твердую почву. Побывав в поселке, они отправились на берег, к которому прилегает обработанная долина, единственная на этом острове. Все остальное пространство острова покрыто крутыми и бесплодными утесами из застывшей лавы. Среди них живет множество огромных альбатросов и тысячи пингвинов. Путешественники сначала осмотрели утесы вулканического происхождения, а потом направились к долине. Вокруг них журчали многочисленные проворные ручьи, питаемые вечными снегами конусообразной горы. Пейзаж оживляли зеленые кусты, на которых виднелось почти столько же птичек, сколько и цветов. Среди зеленеющих пастбищ возвышалось одно единственное дерево, футов в 20 вышиной. Гигантский кустарник туссе с древовидным стеблем, оцена с колючими семенами, могучие ламарии со своими переплетающимися стеблями, многолетние кустарниковые растения аноэрины, распространяющие кругом одуряющий аромат, мхи, дикий сельдерей, папоротник – все это представляло, правда, неразнообразную, но роскошную флору. Чувствовалось, что над этим благодатным островом нежно веет вечная весна. В окрестностях поселка паслись стада быков и овец. Цветущие поля, засеянные хлебами, мои с овощами, ввезенными сюда лет 40 назад, примыкали вплотную к улицам столицы. Как раз в то время, когда Гленнерван вернулся на борт, подошли к Дункану Шлюпке. Они успели в несколько часов объехать кругом весь остров, но ни на какой след Британии на своем пути не наткнулись. Таким образом, приходилось окончательно вычеркнуть острова Тристан-Дакунья из перечня тех мест, где можно было надеяться найти капитана Гранта. Теперь Дункан мог свободно покинуть эти африканские острова и продолжать свой путь на восток. Если он не отплыл в тот же вечер, то только потому, что Гленнерван разрешил своей команде поохотиться на тюленей. Тюлени кишели в бухте Фалмут. Когда-то в этих водах прекрасно себя чувствовали и настоящие киты, но на них столько охотились, что они почти перевелись. Земноводные же встречаются здесь целыми стадами. Команда яхты решила всю ночь за ними охотиться, а на следующий день заготовить из них запасы жира. Поэтому отплытие Дункана было отложено на послезавтрашний день, 20 ноября. За ужином Паганель сообщил своим спутникам несколько интересных сведений об островах Тристан-да-Кунья. Они узнали, что этот архипелаг, открытый в 1506 году португальцем Тристаном-да-Кунья, одним из спутников Альбукерка, в течение более ста лет не был исследован. Здешние острова считались и не без оснований приютом бурь и пользовались не лучшей репутацией, чем Бермудские острова. Поэтому к ним подходили только суда, заброшенные к их берегам бурями Атлантического океана. В 1697 году, когда три голландских судна индийской компании пристали к островам Тристан-да-Кунья, были определены координаты этих островов, а в 1700 году астроном Галей внес в эти вычисления свои поправки. Между 1712 и 1767 годами ознакомились с архипелагом Тристан-да-Кунья несколько французских мореплавателей. Особенно много внимания уделил ему Лаперуз, побывавший на нем согласно полученным инструкциям во время своего знаменитого путешествия 1785 года. Эти так редко посещаемые острова были необитаемы вплоть до 1811 года, когда одному американцу, Джонатану Ламберту, пришла мысль их колонизировать. В январе этого года он высадился здесь с двумя товарищами, и они принялись за работу. Английский губернатор мыса Доброй Надежды, узнав, что новые колонисты преуспевают, предложил им протекторат Англии. Джонатан принял это предложение и водрузил над своей хижиной британский флаг. Казалось бы, что Джонатану суждено было мирно и безмятежно царствовать над своими народами, стариком-итальянцем и португальским мулатом, но однажды, исследуя берега своей империи, он утонул или был утоплен. Это осталось тайной. Настал 1816 год. Наполеон был заключен на острове Святой Елены, и Англия, дабы бдительнее охранять его, держала один гарнизон на Тристан-Дакунья, а другой на острове Вознесения. Гарнизон состоял из артиллерийской батареи, переведенной смысл Доброй Надежды, из отряда готентотов. Он оставался здесь до самой смерти Наполеона до 1821 года, затем был возвращен обратно на мыс Доброй Надежды. «Один только европеец», – добавил Паганель, – «капрал, шотландец». «А, шотландец», – перебил его майор, которого всегда интересовали соотечественники. «Звали его Вильям Глаз», – продолжал географ. «Он остался на острове с женой и двумя готентотами. Вскоре к шотландцу присоединились два англичанина. Один матрос, а другой рыбак с берегов Темзе, служивший до этого драгуном в аргентинской армии. Наконец, в 1821 году один из потерпевших крушения на Бленденголе вместе со своей молодой женой также нашел себе приют на острове Тристан. Таким образом, на этом острове в 1821 году имелось шесть мужчин и две женщины. В 1829 году число обитателей возросло, мужчин стало семь, женщин – шесть, а детей – четырнадцать. В 1835 году число это поднялось до сорока, а в настоящее время оно утроилось. «Скажу еще, чтобы дополнить историю Тристан да Кунья», – продолжал Паганель. «Эти острова, по-моему, не менее острова Хуан-Фернандес имеют право считаться островами Робинзонов. В самом деле, если на острове Хуан-Фернандес были в разное время брошены на произвол судьбы два моряка, то такой же участи едва не подверглись на островах Тристан да Кунья два ученых. В 1793 году один из моих соотечественников, естествоиспытатель Убер Дюпти Туар, до того увлекся здесь собиранием растений, что заблудился и смог добраться до своего корабля лишь в тот момент, когда капитан уже отдал приказ поднять якорь. А в 1824 году один из ваших соотечественников, дорогой Гленнерван, искусный рисовальщик по имени Огюст Эрл, был оставлен на этом же самом острове и провел на нем целых восемь месяцев. Капитан судна забыл о том, что Эрл находится на берегу, и, подняв паруса, отплыл к мысу Доброй Надежды. «Вот этого капитана поистине можно назвать рассеянным», – отозвался майор. «Это, верно, был один из ваших родичей, Паганель?» «Если он и не был моим родичем, то во всяком случае достоин этой чести», – заявил географ. И этим его ответом разговор об островах Тристан-да-Кунья был закончен. Ночная охота команды Дункана оказалась удачной – убито было 50 крупных тюленей. Разрешив охоту, Гленнерван не мог запретить матросам извлечь из нее пользу, поэтому следующий день был посвящен вытапливанию тюленево жира, а также обработке кож этих ценных земноводных. Само собой разумеется, что и второй день стоянки в порту пассажиры Дункана использовали для того, чтобы совершить новую прогулку вглубь острова. Гленнерван и майор захватили с собой ружья, они собирались поохотиться за местной дичью. Гуляя, туристы дошли до самой подошвы горы. Почва здесь была усеяна кусками лавовых шлаков, пористых и черных, и всякими другими обломками вулканического происхождения. Основание горы поднималось из хаоса шатких скал. Трудно было ошибиться в вопросе о происхождении этого огромного конусообразного пика, и английский капитан Кармайкл имел полное основание видеть в нем потухший вулкан. Охотники набрели на нескольких кабанов. Пуля майора уложила на месте одного из них. Гленнерван же довольствовался тем, что подстрелил несколько черных куропаток, из которых должно было выйти превосходное рагу. На высоких горных площадках мелькало множество коз. Было на острове множество диких кошек. Эти сильные, отважные животные, страшные даже для собак, должны были, по всей видимости, когда-нибудь развиться в настоящих хищных животных. В 8 часов вечера все вернулись на яхту, а ночью Дункан навсегда покинул Тристан-да-Кунья. Глава 3. Остров Амстердам. Джон Манглс собирался запастись углем на мысе Доброй Надежды, поэтому ему пришлось немного уклониться от 37-й параллели и подняться на 2 градуса к северу. Здесь еще не начиналась зона пассатов, а дули сильные западные ветры, очень благоприятствовавшие уходу Дункана. Менее чем в 6 дней он прошел 1300 миль, то есть расстояние от Тристан-да-Кунья до южной оконечности Африки. 24 ноября в 3 часа дня показалась Столовая гора, а немного погодя Джон заметил и гору сигналов, поднимающуюся у входа в залив. Дункан вошел туда около 8 часов вечера и стал на якорь в Капштадтском порту. Паганель, будучи членом географического общества, не мог не знать, что южную оконечность Африки впервые увидел мельком португальский адмирал Бартоломей Дец в 1486 году, а обогнул ее только в 1497 году Васко-да-Гамма. По этому поводу ученый сделал одно любопытное замечание. Если бы Дец тогда, в 1486 году, за 6 лет до первого путешествия Христофора Колумба, обогнул мыс Доброй Надежды, то открытие Америки могло бы быть отложено на совершенно неопределенное время. Ведь путь вдоль южной оконечности Африки – самый короткий и прямой путь в Восточную Индию, а великий генуэзский моряк, углубляясь на запад, как раз искал ближайшего пути в страну пряностей. И будь этот мыс уже обогнут, весь смысл экспедиции Колумба терялся бы, и, вероятно, он не предпринял бы ее. Кейптаун, или Капштадт, основанный в 1652 году голландцем ван Риббеком, расположен в глубине Капского залива. Это столица значительной колонии, которая окончательно стала английской после договоров 1815 года. Пассажиры Дункана воспользовались стоянкой в порту, чтобы осмотреть город. Они имели лишь 12 часов в своем распоряжении, так как капитану достаточно было одного дня для возобновления запасов угля, и он хотел сняться с якоря 26-го утром. Впрочем, им и не понадобилось больше времени, чтобы обойти правильные квадраты шахматной доски, называемой Капштадтом. И правда, после того, как вы осмотрите замок, возвышающийся в юго-восточной части города, дом и сад губернатора, биржу, музей, каменный крест, водруженный здесь Бартоломеем Диацем в память своего открытия, да еще выпейте стакан пантейского вина, лучшего из местных вин, вам не останется ничего другого, как пуститься в дальнейший путь. Это и сделали наши путешественники на рассвете следующего дня. Дункан поднял Кливер, Фок и Марсель и через несколько часов уже обогнул тот знаменитый мыс-бурь, которому португальский король-оптимист Иоанн II так неудачно дал название Доброй Надежды. Отсюда до Амстердамских островов 2900 миль. При хорошей погоде и благоприятном ветре это расстояние можно пройти дней в десять. Нашим мореплавателям больше повезло, чем путешественникам по пампасам. Им не пришлось жаловаться на неблагосклонность стихии. «О море, море!» — повторял Паганель. «Это наилучшее место, где могут проявить себя силы человека. Корабль — настоящий проводник цивилизации. Если бы земной шар представлял собой один огромный материк, мы в XIX веке не знали бы и тысячные его части. Взгляните на то, что происходит внутри обширных материков, в равнинах Центральной Азии, в пустынях Африки, в прериях Америки, на обширных пространствах Австралии, в ледяных полярных странах. Человек там едва смеливается показаться. Самый смелый отступает, самый отважный погибает. Продвигаться там человеку невозможно, средства сообщения недостаточны, жара и болезни представляют непреодолимые препятствия. 20 миль пустыни больше разделяют людей, чем 500 миль океана. Жители противоположных побережий считают себя соседями, а люди, между которыми раскинулись леса, друг для друга чужестранцы. Англия как бы граничит с Австралией, а возьмите, например, Египет, он кажется отдаленным на миллионы льи от Сенегала. Пекин является словно антиподом Петербурга. Море в наше время более доступно, чем любая незначительная пустыня, и только благодаря ему между пяти частями света установились родственные узы. Паганель говорил с жаром, и даже майор ничего не возразил на этот гимн океану. И в самом деле, если бы для поиска в горе Гранта нужно было следовать вдоль 37-й параллели все время по материку, то это предприятие оказалось бы неосуществимым. А тут к услугам наших отважных путешественников было море, переносившее их из одной страны в другую. 6 декабря на рассвете над морскими волнами показалась какая-то гора. Это были Амстердамские острова, расположенные под 37 градусом 47 минутами южной широты и 77 градусом 24 минутами восточной долготы. Конусообразная вершина была видна в ясную погоду за 50 миль. В 8 часов утра очертания этой горы, еще не ясные, стали напоминать общий облик Тенерифа. «Значит, она похожа и на гору Тристан-да-Куня», заметил Гленнерван. «Основательный вывод», – отозвался Паганель. «Он вытекает из геометрографической аксиомы, говорящий о том, что два острова, похожие на третий, похожи и друг на друга». Добавлю, что Амстердамские острова, так же, как и острова Тристан-да-Кунья, были богаты тюленями и робинзонами. «Значит, робинзоны имеются всюду?» – спросила Элен. «Честное слово, миссис, я немного знаю островов, где не бывало бы подобных приключений», – отозвался ученый. «Сама жизнь гораздо раньше вашего знаменитого соотечественника Даниэля Дефо осуществила его бессмертный роман». «Господин Паганель», – обратилась к нему Мэри Грант, – «разрешите мне задать вам один вопрос?» «Хоть два, дорогая мисс, обязуюсь на них ответить». «Скажите, очень испугались бы вы, если бы вдруг были покинуты на пустынном острове?» «Я», – воскликнул Паганель. «Не вздумайте, друг мой, признаться в том, что это ваше заветное желание», – сказал майор. «Я не хочу утверждать этого», – ответил географ. «Но, пожалуй, подобное приключение пришлось бы мне по вкусу. Я создал бы свою жизнь заново, стал бы охотиться, ловить рыбу, жил бы зимой в пещере, а летом на дереве, устроил бы склад для собранного мною урожая. Словом, я занялся бы колонизацией моего острова». «Один?» «Один, если бы так сложились обстоятельства. А к тому же, разве на земле может быть полное одиночество? Как будто нельзя выбрать себе друга среди животных, приручить какого-нибудь козленка, красноречивого попугая, милую обезьянку. А если случай пошлет вам такого товарища, как верный, пятница, то чего же еще вам нужно? Два друга на одном утесе – вот вам и счастье. Представьте, например, майора и меня». «Благодарю вас», – сказал Макнапс. «У меня нет ни малейшего желания разыгрывать роль Робинзона. Да и сыграл бы я эту роль очень плохо». «Дорогой Паганель», – вмешалась Элен, – «ваши пылкие воображения опять уносят вас в мир фантазий, но мне кажется, что действительность очень отличается от мечтаний. Перед вами рисуются лишь те вымышленные Робинзоны, которых судьба забрасывает на заботливо приспособленные для них острова, где природа балует их, словно любимых детей. Вы видите только хорошую сторону вещей». «Как? Вы не думаете, что можно быть счастливым на необитаемом острове?» «Да, я не считаю это возможным. Человек создан для жизни в обществе, а не для уединения. Одиночество порождает отчаяние. Это только вопрос времени. Возможно, что сначала заботы о неотложенных материальных потребностях жизни и могут отвлечь мысли несчастного, только что спасшегося от морских волн, и он, весь занятый настоящим, не будет пока думать о мрачном будущем. Но настанет время, когда он почувствует себя одиноким вдали от людей, без всякой надежды увидеть Родину, увидеть тех, кого он любит. Что тогда должен будет он передумать, перестрадать? Его островок для него — весь мир. Все человечество он сам. И когда настанет смерть, страшная смерть в совершенном одиночестве, он будет чувствовать себя так, как последний человек в последний день мира. Нет, господин Паганель, поверьте мне, лучше не быть этим человеком. Паганель, хотя не без сожаления, все же должен был согласиться с доводами Элен. Разговор на тему о положительных и отрицательных сторонах одиночества продолжался вплоть до момента, когда Дункан бросил якорь в миле от берега Амстердамских островов. Этот заброшенный в Индийском океане архипелаг состоит из двух островов, расположенных приблизительно в 33 милях один от другого, как раз на меридиане, проходящем через индийский полуостров. Северный остров называется островом Амстердам или островом Святого Петра, а южный — островом Святого Павла. Но надо сказать, что и географы, и мореплаватели часто смешивают их. В 1859 году офицеры австрийского фрегата Наварра во время своего кругосветного путешествия избежали этой ошибки. Паганель считал особенно необходимым исправить ее. Остров Святого Павла, расположенный к югу от острова Амстердам, представляет собой необитаемый островок и состоит из одной горы конической формы, по-видимому, потухшего вулкана. Остров Жамстердам, на который шлюпка высадила пассажиров Дункана, имеет миль 12 в окружности. Население его состоит из нескольких добровольных изгнанников, уже привыкших к своему печальному существованию. То были сторожа рыболовных промыслов, принадлежащих, так же, как и самый остров, одному коммерсанту с острова Соединения, некоему Атавану. Этот властитель, пока еще не признанный великими европейскими державами, получает со своего владения до 80 тысяч франков в год от ловли, засолки и вывоза рыбы чейлодактиле, с называемой на менее научном языке треской. Этому острову Амстердам было суждено стать и остаться французским владением. Сначала он принадлежал по праву первого поселившегося на нем Камену, судовладельцу Сен-Денина в Бурбоне. Потом, по какому-то международному соглашению, остров Амстердам был уступлен одному поляку, который занялся его обработкой при помощи мадагаскарских рабов. Но в конце концов остров этот, попав в руки Атавана, снова сделался французским. Когда 6 декабря 1864 года Дункан бросил якорь острова, население его состояло из трех человек – одного француза и двух мулатов. Все трое были служащими коммерсанта-собственника Атавана. Паганель смог пожать руку соотечественнику, почтенному господину Вио, человеку весьма преклонных лет. Мудрый старец чрезвычайно радушно принял наших путешественников. День, когда ему довелось оказать гостеприимство любезным культурным европейцам, был для него счастливым днем. Ведь остров Святого Петра обычно посещают лишь охотники на тюленей, да изредка китобои – люди грубые и неотесанные. Вио представил гостям своих подданных – двух мулатов. Трое этих людей, да несколько диких кабанов и множество простодушных пингвинов, были единственными обитателями острова. Домик, где жили трое островитян, стоял в юго-западной части острова, в глубине природной гавани, образовавшейся вследствие частичного обвала горы. Еще задолго до царствования Тавана I остров Святого Петра служил убежищем для потерпевших кораблекрушения. Паганель очень заинтересовал своих слушателей заглавием своего первого рассказа на эту тему «История двух шотландцев, покинутых на острове Амстердам». Дело было в 1827 году. Английский корабль Пальмира, проходя ввиду этого острова, заметил поднимающийся кверху дымок. Капитан стал приближаться к берегу и вскоре увидел двух людей, подававших сигналы бедствия. Он отправил за этими людьми шлюпку, которая и доставила на корабль Жака Пэна, 22-летнего юношу, и Роберта Прудфута, мужчину 48 лет. Эти двое несчастных были в ужасном виде. Они прожили на острове 18 месяцев в страшной нужде, лишениях и муках. У них почти не было ни пищи, ни пресной воды. Питались они ракушками, время от времени какой-нибудь рыбы, пойманной на согнутый гвоздь, или мясом пойманного кабаненка. Им случалось бывать по трое суток без пищи. Подобно висталкам, они неусыпно охраняли костер, разведенный при помощи последнего куска трута. Уходя куда-нибудь, они всегда уносили с собой, как какую-нибудь драгоценность, горящий уголек. Пэн и Прудфут были высажены на остров шхуны, охотившиеся за тюленями. Оставили их здесь по обычаю рыбаков, для того, чтобы они в течение месяца топили жир тюленей и выделывали их кожи. Шхуна за ними не вернулась. Пять месяцев спустя к острову подошло английское судно «Надежда», направлявшееся в Ван Димен. Капитан его по какому-то необъяснимому жестокому капризу отказался взять шотландцев на свое судно. Он отплыл, не оставив им ни куска сухаря, ни огнива. Несомненно, эти двое несчастных погибли бы, если бы Пальмира, проходившая ввиду острова, не подобрала их. Второе приключение, занесенное в историю острова Амстердам, если вообще у подобного утеса может быть история, это приключение капитана Перрона, на этот раз уже француза. Началось оно и закончилось так же, как у тех двух шотландцев. Сначала добровольное пребывание на острове, затем ожидаемое судно не появляется, а через 40 месяцев к берегам острова случайно по воле ветров заносится иностранное судно. Но это приключение отличается от первого тем, что во время пребывания капитана Перрона на острове разыгралась кровавая драма, похожая на те вымышленные события, которые пережил герой Даниэля Дефо. Капитан Перрон был высажен на берег с четырьмя матросами, двумя англичанами и двумя французами. Он собирался охотиться в течение 15 месяцев на севычей или морских львов. Охота была очень удачной, но когда по истечении 15 месяцев судно, которое должно было прийти за охотниками, не появилось, а съестные припасы мало-помалу стали истощаться, резко обострилась национальная рознь. Двое англичан взбунтовались против капитана Перрона, и он погиб бы, если бы не помощь его соотечественников. С этого времени существование этих двух враждующих партий стало мучительно жутким, полным не только лишений, но и тревоги. Они не переставали ни днем, ни ночью следить друг за другом, не расставались с оружием, нападали друг на друга, являясь то победителями, то побежденными. Конечно, в конце концов, одна из враждующих партий покончила бы с другой, но, к счастью, какое-то английское судно наконец подобрало и доставило на родину этих несчастных людей, которых разделила на скале Индийского океана жалкая национальная рознь. Таковы были эти приключения. Два раза остров Амстердам стал как бы отечеством заброшенных на него моряков, которых счастливый случай дважды спас от мук, голода и от смерти. Но с тех пор ни одно судно не потерпело крушения у его берегов. Волны вынесли бы, конечно, на берег обломки такого судна, а бывшие на нем люди добрались бы на шлюпках до рыболовных промыслов господина Вио. А между тем, за все его многолетнее пребывание здесь старый француз никогда еще не имел случая оказать гостеприимство жертвам моря. О Британии и капитане Гранте он ничего не знал. Очевидно, катастрофой это не произошла ни у острова Амстердам, ни у острова Святого Павла, часто посещаемого рыбаками и китоловами. Слова господина Вио не удивили и не огорчили Гленнервана, ведь он и его спутники стремились во время этих стоянок не найти место пребывания капитана Гранта, а напротив убедиться в том, что его там не было. Они хотели установить тот факт, что на этих точках 37-й параллели Гарри Грант отсутствует и только. Отплытие Дункана было поэтому назначено на следующий же день. Оставшееся до вечера время наши путешественники посвятили осмотру острова. Он оказался привлекательным, но бедным флорой и фауной. Описание его не смогли бы заполнить и страницу записной книжки даже самого многословного естествоиспытателя. Млекопитающие птицы были здесь представлены лишь несколькими дикими кабанами, тюленями, белыми, как снег, чайками, альбатросами и пингвинами. Там и сям из-под темной застывшей лавы били горячие ключи и железистые источники, клубясь густыми парами над вулканической почвой. Температура воды некоторых источников была очень высокой. Джон Маглс погрузил в один из них термометр Фаренгейта и тот показал 176 градусов, по Цельсию 80 градусов. Когда бросил в эту почти кипящую воду рыбу, пойманную в море в нескольких шагах от того места, она через пять минут была уже сварена. Это побудило Паганеля отказаться от мысли искупаться в таком источнике. После долгой прогулки уже в сумерки наши путешественники стали прощаться с почтенным господином Вио. Все они горячо пожелали ему всяческого возможного на его пустынном островке счастья, а старик в свою очередь пожелал успеха экспедиции, после чего шлюпка с Дункана доставила путешественников на корабль. Продолжение следует. Спасибо, что послушали. Если вам понравилось, подпишитесь на мои каналы Слушатель и История о песнях в ваших любимых приложениях и в Телеграм. И, конечно, поделитесь с друзьями. Я ценю вашу поддержку.